Вот в этот самый момент Галачокин проявился в самой худшей форме, потому что он добивался выполнения решений Москвы просто необычайно жесточайшими мерами. По изъятию налогов, например, налоги были беспрецедентные по своим размерам. То есть, например, типичная казахская семья того времени, там есть пример, документы сохранились, когда, например, казахская семья, которая не сеяла хлеб, на нее 400 килограмм пшеницы поставили от задачи, а ее надо было взять только на рынке, на рынке только у русских крестьян-переселенцев. И чтобы получить 400 килограмм, бедный крестьянин, который бы отдал, условно говоря, 15 баранов и 5 верблюдов, то есть все, что у него было практически. Как он будет в следующем году, государство не волновало платить эти налоги. Переходите по ссылке в закрепленном комментарии, чтобы посмотреть полный выпуск.